Сегодня расскажем такой очень знаковый кейс для нас, но как fast-moving company чувствуем на себе obligation to move fast с этой сцены, поэтому будем прям предельно кратки и конкретно. Собственно, почему компания для нас такая важная? Во-первых, мы ее запустили в 2017 году, и в это время мы были первыми в Pepsi, кто запустил такую, условно, по всем канонам, always on, на компанию, таргетированную на конкретные сегменты, доставляющая конкретно персонализированное сообщение, имеющая определенный секмент, собственно, то, что, наверное, коллеги будут дальше показывать сегодня. Сейчас такие компании — это, ну, как бы, хайджин — часть медиапланов PepsiCo, но в 2017 году это было что-то новое, на ней мы пилотировали все логики, и отрабатывали некий best practices, с которым потом сделали рулаут по компании. Первая история. Второе, что даже более важно для нас, как диджитал-маркетологов, эта компания позволила нам, не побоюсь этих таких высоких слов, перевести традиционные телевизионные задачи, традиционные задачи, которые лежали с телеком, полностью в диджитал. И с 2019 года вся коммуникация в POE будет вестись исключительно в диджитале. Вот. Теперь от лирики к практике. Опа! Куда вы нажимаете, интересно? Мы все оживем. А можно заново перезапустить, потому что мы тогда... спойлеры будут. Time for questions. Можете задавать пока. Вот. Да? Да. Ну вот сюда, большая кнопка. Большая кнопка, да. Эть. Эть. Сейчас, сейчас, нет, ты переключай, сейчас... Сейчас все, тебя включают. Да, да, вижу, вижу. Эть. Да, для начала... На большом экране нету, вот, все, 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 поехали. Окей. Для начала буквально пару слов о бренде. Агуша – один из флагманских брендов для PepsiCo в России. Это доминирующий бренд детского питания. Доминирующий бренд детского питания. Очень сильный бренд как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения восприятия его потребителем. То есть, если в зале есть мамы, то 100% вы знаете наш бренд и 100% покупали продукты в течение последнего месяца. Блин, да что ж такое? Жень, 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 в чем суть, ладно, коротко, мы знаем Агушу, мама, папа знают. Там хорошие слайды, там есть хорошие слайды, да, мы покажем. Собственно, бренд работает на аудиторию мамы детей от нуля до четырех лет. Основной бизнес идет от аудитории мамы дети год четыре. С того момента, как дети начинают активно переходить с ложечки творожка до баночки и в четыре года уже уходят на макароши с сыром. При этом point of entry аудитория для нас супер важна, потому что в течение первого года жизни мамы принимают решение о том, какой бренд они будут покупать в течение основного consumption периода. Здесь есть несколько ключевых моментов. Первая покупка определяет во многом дальнейшее потребление бренда в рамках категории. То есть если мама купила творожок, то не было аллергии, все отлично, животик работает как часы. Соответственно, в дальнейшем она будет покупать творожки нашего бренда. У нас есть влияние кросс-категорийное на бренд в целом. Если с творожком все в порядке, то, скорее всего, йогурт тоже будет дальше нас. Это первый момент. Фиксируем. Очень важно быть первыми. Очень важно донести до мамы, познакомить ее с нашим брендом, чтобы она первым купила его. Вторая история. В течение первого года жизни только в нашем продуктовом портфолио предоставлено 10 категорий, которые мама вводит при корм малышу. Соответственно, нам нужно быть первыми с 10 продуктовыми категориями и успеть очень таргетированно рассказать ей о них и дать возможность попробовать. Третья история. В категории детского питания нет сезонности, нет больших праздников, нет такой суперпрямой зависимости от флайта. Почему? Потому что весь consumption period базируется на возрасте ребенка. И если в 4 месяца маме интересная информация про пюре, то ей совершенно неинтересна, ей еще очень далекая информация про творожок. Это, я не знаю, как для нас artificial intelligence будет, но пока еще не работаем. А в 8 месяцев как история с пюре как OLV с субтитрами было, но уже давно не делаем. Суммируя, для нас, для категории очень важно доносить коммуникацию в суперрелевантный момент, коммуницировать с мамой именно тогда, когда она планирует ввести в прикорм конкретный продукт. И понимая всю эту историю, мы поставили перед нашими медийными коллегами задачу разработать план, который позволял бы нам коммуницировать с мамами супертаргетированно и знакомить ее с нашим продуктом именно в момент, когда она планирует вводить их в прикорм. Но при этом компания должна быть scalable. Изначально задача стояла сделать ее, сделать охват на каждую из коммуникаций не менее 50%. О, 36 раз из 72, да? Да, передаю слово Вики. Так, возможно, у меня не получили… Большую кнопку, большую кнопку, да, большую кнопку. Насколько большая? Да, самая большая. Получив такой амбициозный бриф, мы не испугались. Мы подумали, на рынке все должно быть. Это же большой рынок, большие данные. Мы начали с малого, условно. Мы начали с потребителей, с мам, которые только-только пришли в категорию с новорожденными детьми. Но оказалось, что, как Женя уже говорила, фруктовое пюре и ввод его в 4 месяца – это слишком далеко. У мамы с новорожденным ребенком совершенно другой майнсет, ей неинтересны фруктовые пюре. Дальше мы не растерялись и пошли смотреть на детские товары. Но они оказались слишком широкими, а площадки не готовы были продавать нам исключительно покупателей пинеток. Но здесь мы снова не расстроились и подумали, что, наверное, памперсы и широкий размерный ряд и возрастная линейка могут нам помочь. Потому что найти мам четырехмесячных детей. Но, к сожалению, мы потестировали эти сегменты и не увидели такого большого респонса, как ожидали. Мы серьезно задумались, что есть вообще такое что-то, что может идентифицировать маму с точностью до месяца условно возраста ее ребенка и при этом быть общим для всей этой категории. Ответ пришел, откуда мы не ждали. Совершенно. Нам помогли реальные мамы. И все началось с фолиевой кислоты. Потому что именно фолиевую кислоту будущие мамы начинают принимать в качестве профилактического средства в первые месяцы беременности. Мы подумали, это сигнал. Это действительно был сигнал, который стал в основе большого исследования вот этих уникальных сигналов, которые помогают нам идентифицировать детей в каждый конкретный месяц его жизни. У нас есть фолиевая кислота, у нас есть определенный список прививок, которые нужно проходить в строгом порядке в зависимости от месяца ребенка. Они вот внизу, да? Да. Все вот эти большие кластеры, которые мы проработали, потому что мы реально проработали весь контент, который связан с первым годом жизни ребенка. Сейчас, можно я скажу, мы уже с Викой успели поржать, что, наверное, вот ту историю, которую предлагает BigFish, мы уже сделали в 2017 году руками. Но BigFish круто, да, мы не спорим. А, смс-опросы? Нет, мы придем к этому, нам понравилось. Смотри. Так, где фолиевая кислота, я хочу понять? Фарми. Фарми, хорошо. Да, шоппинг — это пенятки, локейшнс — это роддома, апс — это все, что связано с прикормом. Просто было здорово посмотреть на такие же круги, и прям интересно фолиевая кислота просто. Да. Фарми. Мы нашли поставщика, который готов был продать нам фолиевую кислоту. Так. В общем, мы провели, конечно, гигантскую работу, особенно я помню, как мы сводили все это в презентацию. 12 часов вечера, как обычно, ничего не готово, нужно заново открыть учебник по развитию ребенка в первый год жизни и продумать аргументацию, которую усуровил бы маркетинг-директор. Нормально. А клиент уже продал эту историю на всех уровнях, и поэтому нужно показывать правильную историю. Да. И, в общем-то, после того, как мы совершили все вот эти активности по поиску уникальных сигналов, мы пошли с малой, мы пошли с баннерной рекламы в ключевых сетках для нас и с иконических для Агуши продуктов. Это как раз фруктовое пюре, которое вводится с 4 месяцев, и это творожки, которые вводятся с 6 месяцев. Для каждого из этих сегментов мы проработали уникальные аудиторные сигналы, проработали ряд сообщений, которые мы тестировали в рамках баннеров. Мы смотрели, как они будут реагировать на информационные сообщения, как они будут реагировать на купон, готовы ли они вообще к трайлу или не готовы. Все проверили. После того, как мы убедились, что да, действительно, есть такие сигналы, которые с точностью практически 100% указывают на то, что это наша целевая аудитория, им действительно 4 месяца, и они готовы дальше взаимодействовать с Агуши, мы подключили всю продуктовую линейку, вот эти как раз 10 продуктов, о которых Женя говорила, и подключили более весомые условные форматы, такие как видеореклама. А вот этот Wi-Fi это в роддомах был? Это спойлер. Но Wi-Fi в роддомах у нас тоже теперь есть. Нет, я догадался. По вашей стратегии. В конце концов мы пришли к тому, что от новорожденных вам тоже отказываться не стоит, лучше хранить их и бережно опрашивать каждый месяц, чем потом находить их заново в 4 месяца. Если бы мы захотели все это провести снова, нам пришлось бы проделать вот эту титаническую работу по поиску вот этих 10 уникальных сигналов в каждой из тех сегментов, которые мы проработали. 10 на 10. Да. Больше красивых цифр. Завести более тысячи уникальных рекламных идентификаторов. Именно они помогали нам анализировать, какой из этих сигналов, какой из этих подрядчиков, какой из этих форматов вообще готов предоставить нам качественную аудиторию. И, в общем-то, что мы… А, да. И 4 практически полные рабочие недели для того, чтобы завести рекламную кампанию, если мы не будем отвлекаться на сон. Большая работа. Но она окупилась, можно сказать. Что к концу тестирования, оно завершилось у нас в марте, мы стали выходить на устойчивый охват 50% нашей целевой аудитории. Здесь, опять же, наша целевая аудитория, это условно мама с детьми 4-7 месяцев. Мы их нашли, мы сказали, да, это они. И мы убедили всех остальных, что да, это они. За время роллаута мы охватили… Каждый месяц мы ставили себе цель охватывать около миллиона нашей целевой аудитории, потому что всего, условно, мам с детьми от нуля до одного года у нас, по данным Росстата, где-то от миллиона пятиста до миллиона девятиста. Ну и, в общем-то, мы достигли значимых снижений с точки зрения стоимости контакта, потому что у нас были и бенчмарки по вот этим историям в роддомах, какие-то стартер-киты, у нас были бенчмарки по стоимости контакта в ТВА, в общем, много бенчмарок, но нам удалось с помощью вот этой особо узкой сегментированной кампании и как бы охватить тех, кому мы планировали охватить, и сделать это не за космическую сумму. Да? Все? Да. Спасибо.